Здравствуйте, мои милые, дорогие друзья! Кто, если не вы, посмотрит моё великолепное, никому не нужное, экспертно-диванно-аналитическое мнение касаемо предстоящего обновления, и обновление, которое уже вышло на тайваньском сервере, но в скором времени выйдет и на русский сервер. Сегодня пройдёмся по новостям. Может быть, вы ждали моего мнения, не смотрели другие видосы, которые, наверное, определённо вышли раньше. Ну, ничего страшного. Короче, спасибо! Спасибо! Спасибо вам, друзья! Вот и я добрался. Так, я тут на каком-то гостевом аккаунте оказался на тайваньском сервере. Давайте воспользуемся возможностью и паролем героев. Вот. Воспользовались возможностью и ничего не выбили. Да, ребята, так бывает. Что-то хэппенс. Что делать? Вот. Кстати, проблемочка тоже нарисовалась. Парень, который раньше постоянно давал аккаунт мне на обзор, как-то я переустановил блюстаковый, снова на его аккаунт не могу попасть. Он как бы начал в игру играть меньше, и потому мне его выловить труднее, чтобы пройти двухэтапку. Потому, если у кого-то есть хороший прокачанный аккаунт с гильдией, и он готов давать во время обновлений на обзор свой аккаунт, буду весьма благодарен. Тут я типа как бы на основном аккаунте. Ну, мы просто сейчас обсудим обновления. Именно то, что касается игры, то, что касается новой локации, наверное, обсудим в отдельном видео. Не хочу слишком всё это дело делать долгим. Вот, масло масляное получается. Давайте пойдём по порядку. А, ну, вы моё мнение. Вот кто смотрит меня давно, он уже может предположить, что я вообще буду вещать. Конечно же, сразу же. Как я и говорил, ребята, вот, слушайте меня. Я Ванга Битвы Замков. Я вам сказал в прошлый раз, когда они выпустили только одного героя, что это связано, скорее всего, или просто с нехваткой времени, или с задницей в Китае, когда там начало распространяться. Вирус и так далее. И, как бы, ребята выпустили только одного героя. Это мастера рун. Мы все, конечно же, обрадовались этому факту. Но я предположил, что это с чем-то, наверное, связано. Просто они сделали паузу. А в дальнейшем, когда у них всё наладится, они будут снова выпускать по два героя. И всё-таки, конечно же, мозги разработчикам не вернулись. Здравый смысл. Он вроде бы появился на один месяц, да, у разрабов. А потом снова пропал, улетел куда-то, типа, да ну нахер, и вышел в окно. Понимаете? По этой причине они снова добавляют двух новых героев. Скажу сразу, выглядят они достаточно интересно. Вот эта вот девчонка такая интересная. Ну, пишите в комментариях, вдули бы вы ей, или же вы ей не вдули бы. Так, может быть, потом и скины посмотрим, но не суть. Давайте два новых героя. Сейчас зачитаю, зачитаю описание умения. Так, новый герой Меха Самурай. Донатный. А, вот это вот у нас получается донатный герой. Ага, что у нас тут? Когда герой, это пятнадцатое умение, я сейчас буду зачитывать. Когда герой активирует умение, он уменьшает силу атаки вокруг себя на 70% и парализует их в течение 4 секунд. Кого их? Ну ладно, это как бы понятно, перевод игроки переводили, тут претензий нет. Ну, наверное, вражеских юнитов, героев. В то же время, все вражеские цели вокруг него получают чистый урон в размере 275% каждые 0,2 секунды. Что значит чистый урон? А это будет даваться на тех героев, у которых ограничения есть или нет? Вот, знаете, тем не менее пишут, а вопросов, конечно, к разработчикам дофига. Они сами путаются во всех своих хитросплетений работы умений. Вот. Можно стихотворение писать. Дальше. Весь входящий урон на 10% превращает в здоровье в течение 4 секунд. Интересно. Кулдаун 6 секунд, герой неуязвим к молчанию, имеет высокий уровень крит удара и каждый раз получаемый урон уменьшается на 60% при базовых атаках, 15% шанс восстановить процентов единиц энергии. Слушайте, ну тоже накидали, но я думаю, уже когда до наших грязных ручонок этот герой доберется, то уже будем, конечно, впоследствии разбираться. Тоже понаписано дохера. Вроде все выглядит на бумаге прикольно. Ну, а в целом, конечно же, непонятно, как это будет работать, какие чары это будут блокировать, какие чары это не будут блокировать. Ну, иммунитет у него вроде написан только на молчанку. Короче, ну реально, ты читаешь умения, у тебя больше вопросов, чем ответов. Вот. Потому пока что я ничего сказать не могу. И ты начинаешь сам плыть по этим умениям, и тебе становится труднее понимать вообще, герой стоящий или нет. Просто из-за того, что этих героев плюс 100-500, плюс 100-500 вариаций умений, и хер пойми вообще, что сейчас происходит в игре. Я говорю честно, я не выдаю себя за великого ума битвы замков. Я просто говорю мои какие-то впечатления, не пытаясь себя показать тем, кем я не являюсь. Новый герой. Зеленый плющ. Описание. Вот это вот зеленый плющ. Вот это меха, да, скорее всего. Но вот это вот что, зеленый плющ? Это же странное название героя. Наносят 2380% урона от атаки максимум 10 вражеским целям по прямой линии. Вот это вот сразу, мне кажется, все это, это все, это минус. Если вот там какая-то сраная тонкая линия, то это все. Конечно, если эта линия широкая, да, и она будет покрывать территорию, там, к примеру, в забытой битве, ну, сейчас в забытую битву никто не ходит, ну, к примеру, в какой-то другой пвп локации, если она будет покрывать, да, там, 4 ше... Ну, если она будет цеплять, там, 4-х героев на пвп, еще более-менее. А если вот там какая-то линия, и хер знает, в какую сторону он смотрит и куда эта линия пойдет, это, знаете, получится по типу свалено, и как бы, ну, тут совсем такое, да. Можно дальше, в принципе, умение читать, вон там, эту Королеву Оз, вспомните ли, кого там. Ладно, не суть. Читаем дальше. Кулдаун, так, ну, просто урон наносит. Кулдаун 3 секунды. Герой наносит 10% крит удара во время атаки в течение 4 секунд, увеличивает урон от крит удара в полтора раза и невосприимчив к оглушению. Кулдаун 6 секунд. К оглушению невосприимчив. Но к стану, к окаменению, к страху восприимчив. То есть это вот так вот получается. Ну, бред. А я говорю, вот у меня просто, вот, знаете, есть понятие стан, они его размножили. И вроде он у тебя к оглушению невосприимчив, но при этом его там сраные башни будут ставить. Ну, шо за бред, а? Кулдаун 6 секунд. Входящий урон превращается в 45% здоровья и 60 единиц энергии. Уменьшает урон на 4 секунды. И когда здоровье ниже 70%, кулдаун 6 секунд. Базовый крит урон в полтора раза. Короче, мне трудно оценивать. Я ничего не хочу говорить. Но оно, на первый взгляд, прикольно. Оно, ребят, на первый взгляд, прикольно. Так, новый талант добавили. Вот они, суки, запарили со своими новыми талантами. Все им говноедом не... Ладно, давайте я более литературным языком буду высказываться. Ну, реально, ну, камон. Вот талант. Талант, серьезно. Вот нам в этой же игре больше ничего не хватало. Вот два героя новых, суперпитомец и новый талант. А тут просто все по методичке долбоеба, блядь, делают, короче, обновления на Тайване. Просто методичка долбоеба. По-другому я это никак объяснить не могу. А, Джи-Джи, вы уж извините. Вот я понимаю, что вам трудно. И, возможно, сейчас из-за всех этих карантинов, да, до, скажем так, увеселительных веществ вам добраться труднее стало, да. Вот. Больше никто не сглаживает вашу депрессию. Вам приходится с чистым разумом, нанюхавшись клея, придумывать нововведения в игре. Но, тем не менее, ребята, ну, как бы, просто вот кто из игроков это просит. Я думаю, что вряд ли какой-то игрок такой находится. А, пожалуйста, добавьте еще один талант. Вот, вот не хватало. Новый талант. Пламя звезды. Описание 10-го левела. Увеличивает силу атаки на 70%. При атаке наносит 430 урона 4-м вражеским целям и повышает скорость атаки. Талант игнорирует иллюзорность. Иллюзорность. И блокировку. Кулдаун 6 секунд. Так. Талант игнорирует иллюзорность и блокировку. Типа, что это имеется? Блокировка. У нас этот спектр, да, блокирует. Я не хочу сейчас залезать смотреть спектр. Мне как-то похеру. Но, типа, как я предполагаю, ему будет этому таланту плевать на спектр. С другой стороны, он еще будет гасить тех, кто, ну, к примеру, того же Миноса, да, который бегает там, вот, полуиллюзорный с маскировкой. Увеличивает силу атаки. При атаке наносит 430% урона. Очередно. При атаке. Ну, типа, это надо, чтобы герой атаковал. Ну, то есть, как бы, теоретически, теоретически, это очередной такой анти-Миносовский талант. Вот, с другой стороны, героя нужно атаковать. Вот, чтобы это все работало. Вот, ну, как бы... Ну, че там? Че там, блядь? Руны, воодушевление, и все, огонь на... А, ну, сначала у нас была проблема со спектром. Вот, теперь у нас еще будет проблема с этой залупой. Вот, то есть, потихонечку, потихонечку разработчики, конечно, вышатывают, вышатывают Миноса. Возможно, битва гильдии скоро станет намного сложнее и интереснее. А, возможно, просто многие игроки писиханут, которые проходят битву гильдии Минотавром и уйдут из игры. Всякое может быть. Ну, как бы, я могу теоретически оправдать введение этого таланта. Но, опять же, это все пока что, да. То есть, когда выйдет обновление на русский сервер, тогда об этом всем можно будет поподробнее, ребят, поговорить. Дальше, два новых облика. Ну, давай, ну, давай глянем на эти два новых облика. О, боже! О, боже, какой мужчина! Ну, тут вот прям конкретно герой меняется. Была какой-то адской сукой. Стала какой-то райской пиздой. Вот, и... Не знаю, ну, вид адской суки мне больше нравится. Да, интересно. Может, я больше потому, что люблю стерв? Фиг его знает. Ну, такое. Но это надо в реале смотреть, как это будет выглядеть. Тут, конечно, да. Сразу. А он, он, этот скин такой левелапный получается. Потому что здесь намного скучнее. А здесь там прям, ух, на анаболиках. И огонь, и нормально. Окей, пойдет. Идем дальше, друзья. Не останавливаемся. Новый суперпитомец. Китсуне. Вот, реально, вот опять же. Сука, покажите мне этого деграданта. Какого-то игрока, который в техподдержках писал. Добавьте нового суперпитомца. Засуньте своих суперпитомцев все в задницу. И прокрутите три раза. Даже обсуждать не хочу. Тем более, как бы, тут особой информации по поводу него нет. А если есть, то, как бы, нету. Ну вот, просто в рот шатал я. Да, и информацию я всю беру из телеграм-канала. Клуб игроков Костел Клэш. Так, новая локация гильдии. Эпоха войны. Это та локация, которая может сгладить все углы. Касаемо нововведений, новых героев, питомцев, талантов, да. То есть, это та локация, из-за которой я смогу сказать, что, блядь, вот так вот жопу ай-джи-джи будут целовать. Вот так еще и причмокивать, понимаете. Но эту локацию, наверное, уже будем разбирать в следующем видосе. Потому что она не лишена минусов и косяков. Я вам об этом попытаюсь рассказать предварительно, да. Мы же в эту локацию пойти не сможем, потому что сейчас закрыт сезон. Но подожди, у меня есть тут здание гильдии? Есть. Только гильдии, блядь, нету. Сука. Сука! Вымораживай, дядь! Говно! Так, ладно. Сидим на расслабоне, ребята. Так. Добавлен новый босс в королевской битве. Ну, окей. Я думаю, что там ничего такого особенного и сверхъестественного не будет в этой королевской битве. Ну, как-нибудь нужно будет себя заставить туда сходить, посмотреть, что там за новый босс. Ну, как бы видишь, никакого описания ничего. Может быть, мы даже и не заметим, что он вроде как добавился. Что там эти демоны иногда появляются, иногда нет, непонятно какие. Оптимизирована часть арены. Что там с ареной сделали, опять же, пока непонятно. Подробнее уже увидим, когда выйдет обновление на русском сервере. Оптимизированы и улучшены подсказки по талантам, чарам и многое другое. Оптимизирован интерфейс для героев. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот такое вот обновление, ребята. Если закрыть глаза, ребята, на, скажем так, на то, что вводят новую локацию, которая, возможно, будет крутой и интересной, и поднимет эту гребаную игру с колен. Вот если просто закрыть этот момент по поводу этой новой локации, то обновление полнейшее просто говно слона. Вот просто говно слона. Вот. Но если локация получится крутой, то нам будет абсолютно все равно на это все говно, которое они ввели. И все зависит от новой локации. Вот. У нас на нее большие надежды. Ждем обновления на русском сервере. Вот. И уже будем все распро-бывать. Также интересный момент. Тут в клубе игроков Castle Clash. Я не знаю, хотите там посмотрите. Потом подробнее зайдите. Не говорят о том, что у тайваньской версии игры поменялись разработчики. То есть раньше была фирма типа IGG Incorporated, теперь Fantasy Entertainment Technology Incorporated. Вот что-то такое вот. Короче, там какая-то какие-то залупные разработчики. Там туда-сюда. Вот. Кому интересно, вот. Почитается. Ну, вроде поменялись разработчики, да. По крайней мере у тайваньской версии. Да, там теперь походу другая команда будет разрабатывать. Но, опять же, это непонятно, что... Кто разрабатывает, да, остальные. Там английскую, русскую версию и прочее. Ну, то есть я ссылочку оставлю в описании на клуб игроков Castle Clash. Кому интересно, почитайте статью. Вот. И так что так вот. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Извините за мои тупые шутки, мат, жаргон и все это деградантство, которое было в этом видео. Ставьте лайк, если не понравилось. Ставьте лайк, если понравилось. Ну, что хотел, что в голове было, то и говорил, чуваки. Ну, типа, как бы... Вот так вот. Вот у меня такое сейчас настроение. Всем пожелаю огромнейшей удачи! Берегите себя, мойте руки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok